Сура сороковая. Прощающий Аллах. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Ха-Мим. Неспослание этой книги, Корана, пророку Мухаммаду, идёт от Аллаха, величественного в своём могуществе, и всезнающего, а не от кого-либо другого, который прощает грехи тех, которые просят у него прощения. И принимает покаяние тех, которые обращаются к нему с покаянием. Который силён в наказании тех, кто не кается. Который одаривает щедро тех, которые покорны ему. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. Никому нельзя поклоняться, кроме Него. И к Нему возвращение всех творений в день суда. Припираются, спорят о знамениях Аллаха, об аятах Корана и других знамениях, только те, которые стали неверующими, стараясь представить их несущественными. И пусть не обманет тебя, о посланник, их оборотливость, спокойная и благополучная жизнь. В странах, на земле, ты не думай, что они останутся безнаказанными, ведь их конечное пристанище – ад. Отвергли, не признавали своих посланников до них, до неверующих мекканцев и других арабов, народ пророка Нуха и ополчившиеся против своих пророков, после них такие, как Адиты, Самудяне, народ пророка Лута и другие. И думал, очень желал каждый народ о своём посланнике, чтобы схватить, убить его. И они, те неверующие, припирались ложью, спорили, используя ложные доводы, чтобы опровергнуть ею при помощи лжи истину. Но я сам схватил их. И каким же сильным было моё наказание, которому они были подвергнуты уже в этом мире, чтобы оно стало назиданием для тех, кто будет жить после них. И таким образом, как пало наказание на тех неверующих, которые были прежде, обязательно, неизменно, и слово Господа твоего в отношении тех, которые стали неверующими, что они обитатели огня, ада. Ангелы, которые несут трон милостивого Аллаха, и ангелы, которые вокруг него, вокруг трона, восславляют Господа, восхваляя Его, и полностью веруют в Него, и просят у Аллаха прощения для тех, которые уверовали. Господь наш, Ты объемлешь всё своей милостью и знанием. Прости же тем, которые покаялись в неверии и в непокорности Тебе и последовали по Твоему пути, по которому Ты повелел идти, исламу, и защити их от наказания гиены, ада. Господь наш, и введи Ты их в райские сады аден, которые Ты обещал им и тем, кто был праведен, своей верой, не совершал многобожие и неверие, и из их отцов, их супруг и их потомства. Ведь поистине Ты величественный, мудрый. И убереги их от воздаяния за их плохие деяния, не спроси их о грехах. Ведь кого Ты, о Аллах, убережешь от воздаяния за плохие деяния, не спросишь Его за них, в тот день, в день суда, то значит того Ты помиловал. А это, спасение от ада и вхождение в рай, и есть великий успех. Поистине те, которые стали неверующими, когда воочию увидят ад, сильно возненавидят самих себя и воззовут к ним ангелы-стражи ада. Непременно ненависть Аллаха в то время, когда вас в земной жизни призывали к вере, а вы при этом оставались неверными, было больше вашей ненависти к самим себе сейчас. Скажут неверующие, Господь наш, Ты сделал так, что мы были неживыми дважды, когда мы были каплей в утробе матери и когда забрал наши души по окончании нашего жизненного срока и оживил нас дважды, когда мы родились и когда воскресли. Мы же признали свои грехи. И нет ли пути к выходу из ада, чтобы мы могли вернуться в земную жизнь и прожить жизнь в повиновении Тебе? Это наказание для вас, о неверующий, за то, что когда обращение с мольбой было только к одному Аллаху, вы становились неверующими, отвергали единобожие. А когда делалось так, что предавали ему сотоварищей, вы верили. Решение же только у Аллаха, Высочайшего, Великого. Он выносит решение в отношении своих творений, наставляет на истинный путь, кого пожелает, и оставляет без своего содействия в руководстве, кого пожелает. Он Аллах, тот, который показывает вам, о люди, во всех своих творениях свои знамения, по которым вы видите могущество Творца и совершенство творений, и только Он низводит для вас с неба пропитание, давая свет и не спосылая дождь. Но внимают увещанием, получают пользу от этих знамений только те, кто обращается к размышлению над знаменями Аллаха. Обращайтесь же с мольбами к Аллаху, делая исключительной только для Него веру, поклонение, даже если это и ненавистно неверующим. Аллах обладает возвышенными степенями, Аллах превосходит все творения своими высокими степенями, и Он обладатель трона. Его милосердие к своим рабам таково, что Он не спосылает дух, откровение по своему решению тому, кому пожелает из своих рабов, избирает из них своих пророков и посланников, чтобы тот, его пророк, предупреждал людей о дне встречи, о дне суда, когда творения встретятся со своим создателем, прежние поколения с последними, обитатели небес с обитателями земли. Смотрите комментарии к суре пчелы, аят 2. В тот день, в день суда, когда они появятся из могил и предстанут пред своим Господом, не будет скрыто от Аллаха о них ничего, ни одно их деяние, которое они совершали в земной жизни, не останется скрытым. И Аллах Всевышний скажет, кому принадлежит царство в этот день, и никто ему не ответит, и затем он скажет Аллаху Единственному, Всепобеждающему. Сегодня каждая душа получит полное и справедливое воздаяние за всё то, что она приобрела, за все свои деяния, совершённые в земной жизни. И не будет несправедливости сегодня, в день суда. Поистине, Аллах скор в расчёте. И увещай, о пророк, и их, людей, о наступающем дне, о дне суда, когда сердца, души рабов Аллаха от страха перед его наказанием подступят горлом, их души сойдут со своих мест и не будут ни выходить через род, ни возвращаться обратно. И будут они сдерживать в себе свой гнев, страх и печаль. Нет у притеснителей многобожников ни близкого, ни родственника, ни друга, который помог бы им, ни заступника, которому повинуется, который заступился бы за них перед их Господом, и заступничество которого было бы принято. Знает он измену, которую совершают глаза, знает взгляд человека на запретное, и знает то, благо или зло, что скрывает грудь. И Аллах выносит решение, судит между людьми поистине, по справедливости, а те, к которым они, многобожники, обращаются вместо него, ложные божества, не решают ничего, поистине, Аллах всеслышащий, всевидящий. Разве они, неверующие, меканцы и другие, не странствовали по земле? Разве они не были в Йемене и в Шааме? И разве они не видели, каков был конец тех народов, которые не стали покорными Аллаху, которые были до них? Что произошло с аддитами, самудянами и другими? Были они, аддиты и самудяне, мощнее их, меканцев, телесной силой и следами на земле, своими постройками? И схватил, наказал их Аллах за их грехи, за их неверие и злодеяние. И не было у них, у погубленных народов, никакого защитника, который спас бы их от Аллаха, от его наказания. Это, то, что их постигло наказание, произошло за то, что приходили к ним, к неверующим из прежних общин, их посланники, посланные к ним пророки с ясными знаменями и неопровержимыми доводами, а они стали неверующими, не признали истину, с которой пришли их пророки. И схватил их Аллах своим наказанием, ведь он поистине сильный и суровый в наказании неверующих и ослушников. И вот мы послали Мусу с нашими знаменями, с девятью чудесами, которые указывали на истинность того, с чем он был послан, и ясным доводом, с доказательством того, что он сам тоже правдив. К фараону и Хаману, приближенному фараона, и Коруну, который обладал огромнейшим богатством. Но они по своему высокомерию отвергли призыв Мусы, посланника Аллаха, и сказали о нем, он колдун и лжец. Когда же он, пророк Муса, пришел к ним, к фараону, Хаману и Коруну с истиной от нас, с великими чудесами? Они отвергли эти чудеса и сказали, убивайте сыновей тех, которые уверовали вместе с ним, с пророком Мусой, и оставьте в живых их женщин, чтобы они были рабынями и прислуживали нам, чтобы таким образом отвратить их от Мусы. Но ухищрения неверующих находятся лишь только в заблуждении, их козни выходят боком. И сказал фараон своей знати, оставьте меня, я убью Мусу. Фараон сказал эти слова, так как среди его знати был человек, который хотел удержать его от убийства пророка Мусы, опасаясь общей погибели. Тавсир аль-Багави. И пусть он зовет своего Господа, который, как он утверждает, послал его к нам. И если Муса правди в своих словах, что его Господь защитит его. Я боюсь, что он, Муса, изменит вашу религию, которой вы придерживаетесь, или явит на землю Египта беспорядок. И сказал пророк Муса фараону и его знати, поистине я обратился за защитой к Господу моему и Господу вашему от зла всякого высокомерного, того, кто не принимает истину и который не верит в день расчета, в день суда. И сказал один верующий человек из сборища фараона, который скрывал свою веру от людей. Неужели вы станете убивать какого-то человека только за то, что он говорит Господь мой Аллах? И ведь он пришел к вам с ясными знамениями, с неопровержимыми доводами от вашего Господа, который указывает на истинность того, что он говорит. Если он Муса лжец, то против него и обратится его ложь. Вам от этого не будет вреда, а если он правдив, то вас постигнет нечто, наказание, что он обещает. Поистине Аллах не ведет к истине тех, кто чрезмерен, переходит границы и возводит ложь на Аллаха. О народ мой, у вас есть сегодня власть, и вы имеете превосходство над другими, на земле Египта. Не подвергайте самих себя наказанию Аллаха, убив его посланника. И кто же защитит нас от ярости наказания Аллаха, если она придет к нам, если постигнет нас? Сказал фараон. Я показываю, советую вам, о люди, только то, что вижу сам, в чем вижу пользу для себя и для вас. И указываю я вам, зову вас только на путь правоты, на правильный путь. И сказал тот, который уверовал, обратившись к фараону и его знати. О народ мой, поистине я боюсь, что вас, если убьете Мусу, постигнет наказание, подобное дню ополчившихся против своих пророков, подобное произошедшему с народом пророка Нуха, и одитами, и самудянами, и теми, упорными в неверии, которые были после них. И не таков Аллах, чтобы желать несправедливости рабам, он не станет наказывать если они не совершают грехи. О народ мой, поистине я боюсь для вас наказания дня взаимного обращения, дня суда, когда одни люди будут обращаться к другим, дня, когда вы повернетесь, убегая с места расчета к огню ада, и не будет у вас от Аллаха защитника, который защитил бы вас от его наказания. И кого Аллах введет в заблуждение, оставив его, то тому не будет наставляющего на истинный путь. И уже приходил к вам пророк Юсуф раньше, до прихода Мусы, с ясными знамениями о его правдивости, и повелел вам поклоняться только одному Аллаху. И вы же и при его жизни не переставали быть в сомнении о том, с чем он пришел, а когда он умер, ваши сомнения и многобожие стали еще больше, что вы сказали, не отправит Аллах после него никакого посланника. Так Аллах вводит в заблуждение, оставляя без своего содействия в руководстве тех, кто чрезмерен и сомневается. Эти чрезмерные и сомневающиеся это те, которые припираются о знамениях Аллаха, пытаясь при помощи лжи отвергнуть их безо всякого довода, явившегося к ним. Велика к этому, к такому спору ненависть у Аллаха и у тех, которые уверовали. Как Аллах запечатал сердца этих спорящих к истинному пути, так же Аллах запечатал сердце каждого высокомерного тирана. И сказал фараон, насмехаясь над пророком Муссой, О, Хаман, построй мне высокую башню, может быть, я достигну путей, путей небес и посмотрю на Бога Муссы. Ведь я однозначно думаю, что он Муссо-лжец, говоря, что есть еще какой-либо Господь, кроме меня, и что он на небесах, и что он отправил Муссу своим посланникам. И так было сатаной разукрашено фараону зло его деяния. Он думал, что он поступает правильно, и был он отвращен от истинного пути. И все ухищрение фараона оказалось только в погибели, все его козни привели только к тому, что он стал несчастным как в этом мире, так и в вечной жизни. И сказал тот, который уверовал, еще раз обратившись к своему народу, «О народ мой, следуйте за мной, я выведу вас на путь правоты, на правильный путь. О народ мой, ведь эта земная жизнь только временное пользование, и ведь поистине вечная жизнь обитель пребывания. Кто в этом мире совершает плохое, ослушается Аллаха, вечной жизни получит воздаяние только соответствующее его грехам, ему не будет добавлено наказание. А кто совершает праведное, исполняет то, что повелел Аллах, и удерживается от того, что он запретил, независимо, будь он мужчиной или женщиной, и при этом будучи верующим, единобожником, то такие войдут в рай, и будут наделены там райскими благами, без счета, без ограничений. О народ мой, почему я зову вас к спасению, к вере в Аллаха, и следованию его посланнику, а вы зовете меня в огонь, к неверию, итогом которого будет ад. Вы зовете меня, чтобы я стал неверующим в Аллаха и приобщил ему в сотоварище то, о чем у меня нет знания, что оно достойно поклонения, призываете к неверию и многобожию, а я зову вас к величественному в отомщении неверующим и многопрощающему тех, кто обращается к нему с покаянием. Несомненно, то убеждение и поклонение, которому вы призываете меня, нет у него зова, от этого нет никакой пользы, ни в этом мире, ни в вечной жизни, и несомненно, наше возвращение предстоит к Аллаху, и несомненно, расточительные, неверующие и многобожники, они обитатели огня. Вы еще вспомните то, о чем я говорю вам, когда увидите наказание, но уже не будет пользы от этого. И в том, что вы мне грозите, я вверяю свое дело Аллаху, обращаюсь к нему за защитой и полностью полагаюсь ведь поистине Аллах видит рабов. И Аллах уберег его, того верующего, от всего плохого, на что они ухищрялись. И постигло сборище фараона злое наказание, огонь, которому они и их души выставляются до дня суда по утрам и по вечерам, а в тот день, когда наступит час, судный день, будет сказано ангелам, стражам ада, введите сборище фараона в сильнейшее наказание. И вот они припираются в огне, в аду, и говорят слабые, последователи в заблуждении тем, которые были высокомерными, своим предводителем. Поистине, мы были для вас последователями, так не избавите ли вы нас хотя бы от доли огня, взяв ее на себя? И сказали те, которые были высокомерными, предводители. Нет, мы не можем, ведь поистине все мы в нем, в аду. Поистине, Аллах уже вынес свое справедливое решение между рабами, определив каждому ту долю наказания, которое он заслуживает. И сказали те, которые в огне, в аду, стражам гиены, ангелам, позовите вашего Господа, чтобы он облегчил нам хотя бы на день наказания. Они знают, что из ада уже никогда не выйдут, поэтому и не просят вывести их из ада, а всего лишь просят облегчить наказание, и также они знают, что наказание не будет облегчено навечно, и поэтому просят облегчить только на один день. Но им не будет дано даже этого. Скажут они, ангелы-стражи ада, разве не приходили к вам ваши посланники с ясными знаменями от Аллаха? Они, обитатели ада, скажут, да, приходили. И стражи ада скажут, мы не станем звать нашего Господа и не станем заступаться за вас, поэтому зовите же его сами. Но зов неверных будет только в заблуждении, от него не будет никакой пользы. Поистине, мы обязательно поможем нашим посланникам и тем, которые уверовали в земной жизни и в тот день, в день суда, когда предстанут свидетели, когда ангелы, пророки и верующие будут свидетельствовать против тех общин, которые отвергли посланников Аллаха. В тот день, когда не поможет притеснителям, неверующим, их извинение. И будет им проклятие, они будут лишены милосердия Аллаха, и для них уготована скверная обитель, ад. И я клянусь, что даровали мы пророку Мусе руководство к истине, Тору и чудеса, и оставили в наследство потомкам Исраила писание, Тору, которую они передают от одного поколения к другому, как руководство к истине и напоминание для обладающих здравым разумом. Терпи же, о посланник, что тебе причиняют ногобожники, как терпели пророки, которые были до тебя. Поистине, обещание Аллаха о том, что он помогает своим посланникам, истинно, и оно не меняется. И проси прощения, о пророк, за грех твой, не потому, что пророк грешен, а чтобы увеличить его награду. И восславляй Господа твоего, вознося хвалу ему вечером в конце дня и утром в начале дня. припираются, спорят о знамениях Аллаха, пытаясь при помощи лжи отвергнуть их, без всякого довода, явившегося к ним от Аллаха, в их грудях, в их душах только высокомерие, превознесение над истиной. И они, неверующие, не достигнут того, чего желают. Они не смогут сделать так, что ложь будет выше истины, и не обретут господство над тобой, о пророк. Обратись же за защитой от их зла к Аллаху, поистине он слышащий и видящий. Однозначно, сотворение небес и земли более велико, чем сотворение людей, но большая часть людей не знает. Поэтому воскрешение людей для Аллаха легко, и нет для него ничего трудного. И как неравны слепой и зрячий, так и неравны те, которые уверовали и совершали праведные деяния, и творящие злое, неверующие. И как мало вы внимаете увещанием, получаете пользу от этого. Поистине, час, день суда непременно настанет. Нет сомнения в этом, но большая часть людей не верует. И сказал ваш Господь Аллах, зовите меня, обращайтесь с мольбой ко мне, и я отвечу вам, дам то, что вы просите. Поистине, которые превозносятся, проявляют высокомерие над поклонением мне, войдут они в гиену, ад, выглядят ничтожными и униженными. Аллах, Он тот, который сделал для вас ночь, чтобы вы покоились, отдыхали в течение нее, и сделал день, позволяющим видеть светлым, чтобы совершать в течение него то, что нужно для жизни. Поистине, Аллах однозначно обладатель, даритель неисчислимой щедрости для людей, но большая часть людей не благодарит его за то, что он дарует им. Вот таков Он вам Аллах, Создатель каждой вещи, всего, нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. Но до чего же вы, о многобожники, отвращены от истины, поклоняясь кому-то еще, кроме Него? Так, как вы, о неверующий Курайшиты, отвергли истину и отвернулись от нее, отвращены от истины и те, которые отрицали знамение Аллаха, его доводы и доказательства. Аллах, Он тот, который дал вам землю место пребыванием, а небо, строением и придал вам, о люди, человеческий облик и сделал ваши облики наилучшими, сделал человека красивее, чем многие другие создания и наделил вас благами, сделал вам пропитанием дозволенную и вкусную еду и питье. Вот таков Он вам Аллах, Господь ваш, благословен же Аллах, Господь миров всех творений. Он наиживейший, извечный и вечно живой, нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. Обращайтесь же с мольбой к Нему и поклоняйтесь Ему, делая мольбу и поклонение исключительным только Ему. И вся хвала Аллаху, Господу миров, Создателю и Управителю всех творений. Скажи, о Пророк, многобожникам, поистине мне запрещено поклоняться тем Божествам, которым вы обращаетесь с мольбой и поклонением помимо Аллаха, после того, как пришли ко мне ясные знамения, очевидные доводы и доказательства от моего Господа. И также мне еще приказано полностью предаться Господу миров. Он, Аллах, Тот, Который создал вас, вашего праотца Адама, из почвы, потом сделал так, что его потомство плодится, из капли, семенной жидкости, потом из сгустка крови. Потом приходят другие этапы развития. Потом он выводит вас из утробы матерей, младенцем. Потом мы продолжаем ваше развитие, чтобы вы достигли вашей умственной и телесной зрелости. Потом он укрепляет ваше тело, чтобы вы дожили до старости и были стариками. И среди вас, о люди, есть тот, такие, кто упокоивается, умирает раньше. И все эти определенные этапы проходят, чтобы вы достигли определенного срока, предела, когда кончится жизнь. И, может быть, вы задумаетесь над этими доводами, которые приводит вам Аллах, что нет другого, кроме него, Бога, который сделает это. Только он, Аллах, тот, который оживляет свои творения и умертвляет их, а когда же он желает совершить какое-нибудь дело, чтобы произошло какое-либо событие, то он только скажет ему единожды «Будь!» и оно сразу же бывает, происходит. Разве ты, о посланник, не видел тех многобожников, которые припираются, спорят о знамениях Аллаха, говорят, что Коран не от Аллаха? До чего они отвращены от истины, в то время, как истинность всех знамений Аллаха очевидна? Это те, которые сочли ложью книгу Коран и то, с чем мы посылали наших посланников, то, что не спосылалось от Аллаха до Корана. Но вскоре они, эти неверующие, узнают итог своего неверия. Когда в день суда будут одеты огненные оковы на их шее и цепями будут скованы их ноги, когда их будут влочить ангелы, в кипяток, а потом в огонь, ад, где их разожгут, они станут топливом ада. Потом скажут им, «Где те, которых вы приобщали в сотоварищи, божества, которым вы поклонялись, кроме Аллаха? Пусть сейчас они спасают вас от этой беды, если смогут». И неверующие скажут, «Скрылись они от нас». Нет, мы и не обращались с мольбой, и не поклонялись раньше никому. Это как в аяте. Потом не станет это их испытание ничем иным, кроме лишь того, что они скажут. «Клянемся Аллахом, Господом нашим, мы не были многобожниками». Сура скот, аят 23. Так Аллах вводит в заблуждение, оставляет без своего содействия в руководстве неверных. «И скажут им ангелы, это наказание вам дается за то, что вы радовались на земле, без права, жили в неведении и радовались, когда совершали грехи, и за то, что вы торжествовали. Входите во врата гиены для вечного пребывания там. И как же скверно обиталище высокомерных для тех, кто в земной жизни был высокомерным перед Аллахом. Терпи же, о пророк, и продолжай призывать людей к истине. Поистине обещание Аллаха истинно. Как бы то ни было, покажем мы тебе, о посланник, часть того наказания, что обещаем им многобожникам в этом мире или упокоим тебя до того, как ты увидишь это, то все равно они к нам вернутся в день суда. И уже мы посылали много посланников к разным народам до тебя, о пророк. О некоторых из них мы рассказали тебе, а о других из них не рассказывали. И Аллах повелевал всем посланникам доводить до людей то, что он внушал им откровением. И не подобало никакому посланнику приводить какое-либо знамение не иначе, как только с дозволения Аллаха, по его воле. А когда придет повеление Аллаха о наказании неверующих, будет решено по истине, по справедливости между посланниками и теми, которые не поверили им, и тогда окажутся в убытке, обвиняющей во лжи. За то, что дозволили лож на Аллаха и считали богами еще и других, кроме Аллаха. Аллах, Он тот, Который даровал вам животных, чтобы вы ездили на одних, а другими питались. И для вас в них есть и другая польза, шерсть и молоко, и чтобы вы достигали на них отдаленных мест по потребности, которые есть в ваших душах, чтобы добраться до тех земель, куда вы желаете, и на них, на верховых животных и на судах вы переноситесь. И показывает Он вам различные свои знамения, многочисленные доводы и доказательства, которые указывают на Его могущество и господство. И какое же из знамений Аллаха вы отвергнете? Разве они, неверующие мекканцы и другие, не странствовали по земле? Разве они не были в Йемене и в Шааме? И разве они не видели, каков был конец тех народов, которые не стали покорными Аллаху? Которые были до них, что произошло с аддитами, с амудянами и другими? Были они, аддиты и амудяне, многочисленнее их, мекканцев и мощнее их телесной силой и следами на земле своими постройками? И наказал их Аллах за их неверие и злодеяние. Но не избавило, не спасло их, погубленные народы, от наказания Аллаха то, что они приобретали, их сила, многочисленность и постройки. И когда приходили к ним, к тем общинам, наши посланники с ясными знамениями, с очевидными доводами, то они по своему невежеству радовались тому знанию, что было у них и которое противоречило тому, с чем приходили посланники. И постигло их то наказание от Аллаха, над которым они насмехались, прося своего посланника быстрее явить обещаемое им наказание. И когда они увидели нашу ярость, когда уже пришло к ним от Аллаха наказание, то сказали они, «Уверовали мы в Аллаха, только в Него одного, и вот уже мы отвергли то, что Ему предавали в сотоварищи, отреклись от своих ложных богов». Но не помогла им такая их вера, когда они уже увидели нашу мощь, наказание, согласно установлению Аллаха, которое уже происходило раньше, по отношению к его рабам, как и не помогла прежним общинам, когда к ним уже явилось наказание от Аллаха, их вера. И тогда, когда придет наказание, окажутся в убытке неверующие. Они всегда в убытке, но в тот момент их убыток станет очевидным.